Друзья, всем привет! С вами проект InDubai. Меня зовут Виктория. Сегодня я вам расскажу о тех местах, которые можно посетить в районе Дейра. Среди туристов бытует мнение о том, что им есть доступ только на территории отеля, где они проживают. Но это совершенно неверно. Итак, сейчас мы находимся с вами рядом с торговым центром Дейра Сити Центр, куда можно добраться по красной ветке метро. Станция метро называется Дейра Сити Центр. И совершенно рядышком с этим местом находится уникальный комплекс пятизвездочного отеля Парк Хаят, который прилегает к реке Крик, и рядышком с Дубай Галф Клуб и Дубай Яхт Клуб. Находится он буквально через дорогу. Вам достаточно пройти прямо до светофора и перейти дорогой, и можно провести шикарнейший, незабываемый вечер с вашей семьей, с вашими детьми и друзьями. Сейчас мы отправляемся в этот шикарнейший комплекс для того, чтобы увидеть, что представляет из себя территория этого отеля. Итак, друзья, сейчас мы с вами совершим маленький автотур по территории Парк Хаята. Мы сейчас с вами проезжаем рядышком с уникальным зданием Гольф Клуба. Можете обратить внимание на уникальность дизайна, оформление территории, а также увидеть, какая огромная территория самого комплекса, где люди с удовольствием проводят их выходные, играют в гольф, наслаждаются зеленью. Я считаю, что это уникальная возможность увидеть, как на пустынной территории государство Арабских Эмиратов заботится о том, чтобы обеспечить местных жителей, а также гостей зеленым видом. Сейчас с правой стороны мы с вами будем проезжать территорию, где находятся отдельные виллы. Есть возможность забронировать номера в самом гостиничном комплексе. Также есть уникальная возможность снять отдельные виллы на территории Парка Хаята и насладиться отдыхом. Виллах есть полные услуги сервиса обслуживания, интернет, телефония. Также можете обратить внимание, насколько огромная территория Парка Хаята. Сейчас мы с вами направляемся к одному также из известнейших баров, который называется Кьюдис. Огромное количество молодежи любят в пятницу и также в субботу приезжать по вечерам, проводить время, курить шишу, упивать кофе, сок, любые алкогольные напитки. Это не пропаганда, просто информация. Рекомендую также предварительно забронировать место в выходные дни. Вы можете обратить внимание. Итак, друзья, сейчас мы с вами добрались до самого знаменитого Дубая гольф-клуба, как вы видите, который находится с левой стороны от нас. Огромнейшая прекрасная зеленая территория, где жители Дубая, а также гости могут с удовольствием провести их выходные и поиграть в гольф. Сейчас мы с вами отправимся и посмотрим также замечательные бары, заведения, которые предлагают к территории гольф-клуба, где можно вечером прийти с друзьями, провести отлично время, заказать любые напитки, а также покурить шишу, знаменитую во всех арабских странах. Одно из самых удивительных мест в городе Дубая, а также в районе Дейли, где можно ощутить атмосферу релакса и покоя, отдохнуть от городской суеты, погрузиться в атмосферу зелени, насладиться прекрасным видом на реку Крик, а также на строящийся, развивающийся Дубай. И делать удивительные кадры. Сейчас мы с вами находимся от центрального входа на ресепшн Дубай гольф-клуб. Вы можете посмотреть, какое удивительное здание, само оформление, интерьер, пейзаж, водичка, форма здания. Здесь на ресепшне вы можете забронировать, оплатить также услуги гольф-клуба, приобрести уроки гольф-клуба, а также забронировать себе специальное отдельное поле. Итак, друзья, сотрудники ресепшн поделились с нами вот такими буклетиками, где можно получить достоверную информацию о стоимости курсов по гольфу. С учетом того, что большее число жителей России вряд ли увлекается и имеет опыт игры в гольф, так что мы взяли стоимость на пакеты для обучения. И как вы видите, то, что есть стоимость для членов клуба, а также нет членов клуба. Различие идет в 30 дзерхам. Стоимость одного урока на 30 минут – это 200 дзерхам, и для неучастников клуба – это 230 дзерхам. Также есть стоимость на оборудование, где вы видите, можно взять для взрослых, для подростков. И полную информацию о проведении уроков можно получить по стоимости в данном буклетике. Также, я думаю, что вы можете посетить сайт Парк Хаята, где можно также посмотреть всю информацию о гольф-клубе. Хочу немножко с вами, друзья, поделиться, как я открыла для себя это место. Однажды мы с товарищем решили выпить чашечку кофе, и мы направлялись в одно из заведений, которое также находится на территории Парк Хаят, и нас такси случайно довез к входу в отель. Как говорится, у многих есть убеждение о том, что на территорию отеля можно попасть, будучи только жителем этого отеля, проживая в нем. Но это совершенно не так. Мы зашли на территорию отеля, были ошеломлены просто видом, восторгались изяществом оформления, дизайна, а также изумительным видом из ресторанов на морской залив. Ночью это удивительное место, где можно просто прогуляться вдоль аллеи, по которой мы с вами идем, и насладиться прекрасным свежим воздухом. Также подсветкой изумительных фонарей и изумительным видом ночного Дубая. Бытует мнение, что в Дубае, кроме высокоэтажных зданий и торговых центров, нет мест посетить и прогуляться. Это абсолютно неверно. Сами можете посмотреть, какой изумительный вид. Река, пальмы, красивая аллея, изумительный вид на город, где можно насладиться всем, о чем не говорят в Дубае. Также можете обратить, что на противоположной стороне Крика находится Крик Парк. Это удивительное место, где находятся также известнейшие дельфинарии, куда можно сходить с детишками и взять тур, покататься на кабинках и увидеть красоты Дубая с высоты, можно сказать, не птичьего полета, но тем не менее с высоты полета. Есть определенное место, где эти кабинки зависают буквально на 5-10 секунд, и можно испытать удивительные чувства, вися над водой и наслаждаясь красотами Дубая. В своем видео, друзья, хочется максимально с вами поделиться изумительными и красивыми местами, где можно сделать огромное количество красивых фотографий. Также хочется немножко добавить пару слов о районе, где мы находимся. Дейра в переводе с арабского означает поселение. Именно в этом районе местные жители начинали свой первый оседлый образ жизни. Река Крик, которая находится с правой стороны, как вы видите, эта река в свое время разделяла Дубай на две части. На сегодняшний день разделяет Дубай на две современную и старую часть. В Дейре в старые времена местные жители занимались торговлей, огромное количество кораблей проходило через торговые пути Аравийского залива. Итак, сейчас, друзья, мы с вами отправляемся на территорию самого гостиничного комплекса. Вы можете обратить внимание на уникальнейшие номера с видом на Крик. Также на территории гостиничного комплекса есть отдельные виллы. И мы с вами сделаем пару кадров. Не совсем правильно, наверное, сказать, сделаем пару кадров. Мы с вами увидим парочку ресторанов, которые находятся на самой набережной. Есть ресторан тайской кухни. Здесь уникальный шанс взять курсы с местным поваром и приготовить ужин совместно с профессиональным тайским поваром. Это удовольствие стоит 350 дирхам. И затем поужинать с видом на реку Крик и обедать блюда тайской кухни. Для любителей морских прогулок, а также любителей водного отдыха, парк Хаят предлагает удивительный шанс воспользоваться услугами яхт-клуба. Можно взять прогулку на яхте либо на лодке. Также, как вы видите, за моей спиной здесь находится ресторан, о котором я рассказывала, тайская кухня. Так что вечером можно с удивительным видом на яхт-клуб поужинать, насладиться морским воздухом и провести отличное время. Итак, друзья, хочу с вами поделиться отличной, замечательнейшей новостью для всех туристов. Поверьте мне, для того, чтобы провести замечательное, незабываемое время Дубая, не обязательно брать тур в самом дорогом и роскошном отеле. Достаточно поселиться в любом трехзвездной, четырехзвездной кинотерритории Дейры и пройти буквально через дорогу от Дейры Сити Центра и насладиться лакшери атмосферой Парк Хаята. Посмотрите, эта территория рядом с самим отелем, рядом с ресепшеном. Здесь вы можете увидеть, как можно просто приехать, добраться сюда на такси. От любого отеля, который находится в Дейре, стоимость такси будет буквально 10 дзерхам. Никто вам не откажет в доступе на территорию отеля. Можно прийти, провести время с друзьями, пройтись по территории отеля. Это буквально как парк. Можно сделать удивительные фотографии, но посмотрите, какая прелесть. Зелень, птички. Атмосфера, просто райская атмосфера. Очень огромное количество наших прекрасных и милых дам спрашивают, где можно насладиться изумительными услугами спа. На территории Парк Хаята находится один из самых уникальных спа-центров, где также можно воспользоваться услугами массажа, косметических услуг и всеми прочими удовольствиями, которые любят наши милые дамы. Друзья, огромное вам спасибо за уделенное время для просмотра этого видео. Надеюсь, что вы получили достаточно полезную информацию о том, как можно удивительно провести время, отдыхая в Дубае. Жду ваших вопросов, также пожеланий о том, что вам было бы интересно увидеть, какие места посетить, о чем узнать. С вами была Виктория, проект Индубаи. Субтитры создавал DimaTorzok